Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты. Я Максим Кембель. Смотрите сейчас. Чистота и комфорт. Спецавтопредприятие продолжает следить за порядком в городе. Два дня убирается Ленинский район города, два дня Первомайский район. И все свозится сюда. Как не утонуть в мусоре. Культурная страничка. Очень важно, чтобы наши все коллективы обновили свои программы. В Бобруйске прошло выездное заседание депутатов. Что обсудили? Ура! Каникулы! У школьников завершается третья четверть. О чем еще нужно помнить во время отдыха. Ни в коем случае не отпускайте. Ребенка гулять возле водоема. А также новые предложения. Зеленое авто и обновленное расписание. Национальный аэропорт Минск перейдет на новый график. Когда? Минздрав в Беларуси обновил статистику покоя 19. За минувшие сутки в стране зафиксировано 1425 пациентов с положительным тестом на коронавирус. Все, с начала пандемии заразили свыше 316 тысяч человек. Первый образец белорусского антиковидного препарата должен появиться уже к осени. Это так называемая вакцина в пробирке. Об этом рассказал министр здравоохранения по итогам встречи с главой государства. Дмитрий Пенеевич отметил, следующим этапом станет выпуск опытно-промышленной партии препарата. Планируется, что это произойдет еще до конца текущего года. А уже в следующем начнется промышленное производство. Отечественная вакцина. Ну, знаете, дело чести Гусакова и Пеневича, Минздрава и Национальной Академии в кратчайшие сроки сделать самую лучшую вакцину. Почему самую лучшую? Потому что опыт уже есть и у россиян, и у европейцев, и у китайцев, и у индусов. Много кто уже производит эти вакцины. Мы уже кое-что знаем, мы не на голом месте это делаем. Надо. Нас, питайцы, готовы поддержать, помочь нам. Так надо встать на плечи тем, кто это уже сделал, и сделать хорошую вакцину. Если получится надежная, качественная 98-99% гарантии, это будет прорыв. Это будет прорыв. Ну, к хорошему же надо стремиться. Дальше. Мне интересуют сроки. И на каком уровне наши ученые находятся по разработке собственных вакцин. Мы договаривались, что в будущем году мы уже получим собственную вакцину. А для этого времени мы провакцинируем практически все свое население. Сколько там надо? 60 на первом этапе процентов. Надо добавим больше, но покупной вакцины, и которую произведем по российским технологиям. Создатели комфорта в администрации Первомайского района чествовали работников бытового обслуживания населения и ЖКХ. Свой профессиональный праздник инженеры, сантехники, электрики и коммунальщики отметят 28 марта. Однако уже сегодня в их адрес звучат слова поздравления и благодарности. К лучшим грамоты, цветы и, конечно, премии. Ведь их служба тоже, что называется, и опасна, и трудна. В продолжение темы. Часоту в городе 365 дней в году поддерживают и сотрудники спецавтопредприятия. Именно их работу оценили на городском уровне. Первое место в соревновании по итогам социально-экономического развития. Обо всем по порядку. Виктория Полевко. Улица Жуковского. Частный сектор. 11 утра. Рабочий день у сотрудников спецавтопредприятия в самом разгаре. Жителям домов выдают специальные контейнеры. Каждому по два. Коричневый служит для вторичных ресурсов. Пластика, стекла, бумаги и картона. Красный предназначен для сбора твердых коммунальных отходов. Для мусора предусмотрены не только разные контейнеры, но и машины. Борьба и за экологию, и за эстетику. Чтобы было культурно все, красиво. Конечно, когда едешь и видишь наши контейнеры, то радуется глаз, что вот именно очень культурно все нету. Собаки не разбрасывают. Это очень основное. Потому что когда выставляется просто в пакетах или в бачках, то, естественно, это все потом все на земле и некрасиво. С этого момента путь отходов только начинается. Дальше ему предстоит быть отсортированным на специальном участке вручную. За этим следует жесткий отбор, по итогам которого по ленте пройдут только пэт-бутылки, пасмассовые канистры, флаконы, макулатура и многое другое. Так называемая вторичка. Существует график такой два через два. Два дня убирается Ленинский район города, два дня Первомайский район. И все свозится сюда. Потом это все отсортируется, запрессуется и отводится переработчикам. Второй значимой функцией предприятия считается пункт временного содержания животных. Здесь кратковременно пристанище находят как собаки, так и кошки. Первым делом бродяги осматриваются ветврачами. Далее расселяются по вольерам. Небезызвестная многим эвтаназия применяется здесь только к тем, кому даже врачебное вмешательство не поможет. Для остальных бездомных открывает двери приют Добродетель. Да и многие жители города не остаются безучастными. Что касается еды, то четвероногие едят от пуза. Для кормления животных собак мы покупаем крупу ячневую, а также мясные полуфабрикаты. У нас есть два рабочих по уходу за животными, которые каждое утро приготавливают кашу. На каждое животное есть своя норма по весу, и поэтому животные как бы голодные не остаются. Кошек покупаем специализированный сухой корм. Организация, к слову, предоставляет и услуги аренды. В весенне-летний сезон для проведения массовых мероприятий акционерное общество предлагает биотуалеты. Для торговых организаций фирма круглогодично поставляет и контейнеры. Каждую неделю по 2-3 клиента то ли покупают контейнеры, то ли берут их в аренду. Такая же ситуация и по биотуалетам. Бывает и строительная организация, которая выводит объекты. Они тоже пользуются нашими услугами. 235 – не случайная цифра. Это число сотрудников спецавтопредприятия. Заниматься обслуживанием целого города в режиме 24 на 7 для них не в новинку. Ведь если хоть на один день остановить работу, то Бобруйск буквально утонет в мусоре. Заслуги специалистов, к слову, оценили и на самом высоком уровне. Соревнования по итогам социально-экономического развития спецавтопредприятия в списке лидеров 2020. Девиз организации «Чистый город». Хочу поздравить коллег не только Бобруйской и Могилевской области с предстоящим праздником Днем жилищно-коммунального хозяйства. Пожелать их успеха в нашем нелегком труде. Ну и, конечно, здоровья, здоровья, еще раз здоровья в этот непростой период. Со времен появления жилищно-коммунальных и бытовых служб нельзя переоценить их роль для жизни человечества. Ведь именно благодаря коммунальщикам благоухают улицы, проводятся плановые проекты по благоустройству и озеленению районов. Все это, несмотря на время года и красные дни календаря. Между тем, красота города в руках каждого жителя. Ведь чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Виктория Полевко, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Часть земли, изменение Конституции и плюс за окном. На выходных обещают настоящую весну. Какой будет температура? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Белорусы смогут внести свои предложения по изменению Конституции. Их можно направить в Национальный центр правовой информации по электронной почте, а также в письменном виде адреса на ваших экранах. Предложения после обобщения и систематизации будут переданы Конституционной комиссии для рассмотрения. Белорусы стали вдвое чаще заряжать электрокары. Объем потребления энергии зелеными авто в 2020-м составил почти 8 миллионов киловатт-час. Годом ранее показатель был всего 4 миллиона. Основа для развития электротранспорта в стране сформирована. Приняты стимулирующие меры для роста спроса на электромобили. Льготы распространяются как при покупке, так и при создании зарядной инфраструктуры. Национальный аэропорт Минск перейдет на весеннее-летнее расписание полетов. Летать по обновленному графику самолеты будут с 28 марта по 30 октября. В пресс-службе аэропорта обратили внимание. В связи с переходом изменится время вылета рейсов по отдельным направлениям. Пассажирам следует учитывать эту информацию и уточнять время полетов заранее. Международная экологическая акция и в этом году призывает белорусов отключить на час электроэнергию и свет. Экологическое движение традиционно проходит 27 марта под девизом «Час земли». Не только обычные жители и тысячи общественных и политических организаций добровольно жертвуют прибылью ради спасения планеты и общего будущего. На сегодняшний день более 40 стран по всему миру участвуют в экологической акции. В страну пришла весна. В субботу и воскресенье ожидается до 17 градусов тепла. Местами по югу страны будет плюс 19. Существенных осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит от минус 2 до 5 с плюсом. Днем термометры покажут плюс 8-15. В воскресенье синоптики прогнозируют облачность и от 4 до 11 градусов выше нуля. Стабильная плюсовая температура сохранится и в начале следующей недели. С культурным акцентом в Бобруйске прошло выездное заседание депутатов Горсовета. Участники посетили дворец искусств. Здесь состоялась экскурсия. Народные избранники увидели за кулиси, побывали в костюмерной и пошивочном цехе, репетиционных залах. Затем на пленарном заседании депутаты обсудили вопрос о создании необходимых условий для развития коллективов художественного творчества дворца искусств и сохранению национальных традиций. Год народного единства. И вот в этот год очень важно, чтобы наши все коллективы обновили свои программы, обновили свой репертуар, создали что-то новое. И сегодня мы обсуждаем, что нужно сделать для того, чтобы это было интересно для всех жителей нашего Бобруйска, для Могилевской области, да и для республики. К слову, за 2020-й творческие коллективы учреждения стали обладателем 131 диплома различных уровней. За 2021-й их уже 43. Сейчас в Дворце искусств предприняты все шаги для модернизации. Долгожданный отдых. У белорусских школьников начинаются каникулы. Официально третья четверть завершится в субботу 27 марта. Дети будут отдыхать неделю, после чего стартует четвертая четверть. Она продлится до 31 мая. Затем учащихся ждут самые длинные каникулы – летние. Тем временем специалисты призывают не забывать о детской безопасности. Хочется напомнить всем родителям, ни в коем случае не отпускайте ребенка гулять возле водоема. Напомнить своим детям о безопасности дома. Наверняка многие из них действительно остаются дома после школьного времени, поэтому они должны знать, какие опасности их постерегают. А для детей опасны и открытые окна, игры на подоконнике, острые предметы, обогреватели и включенные электроприборы, конечно же, печи. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!